В эфире итоговая программа «Неделя города» в студии Ирины Ковалёва. Здравствуйте! В ближайшие 25 минут о самых заметных событиях этой недели вам расскажут корреспонденты телекомпании «Город». И сейчас коротко о главном. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Рязанская делегация на месте событий. Скандальная история со стройкой в Дягилеве разрешилась. В год экологии. Экология не становится лучше. В очередной раз напоминаем о том, чем приходится дышать людям, которые живут в Рязани. В России подходит к концу 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В нашей стране он проходит уже в четвертый раз. Рязанская область также оказалась вовлечена в это событие. В Сочи, где собрались самые активные молодые люди планеты на протяжении всего, в фестивале работала делегация из нашего региона. Для Рязанской делегации основная программа мероприятия началась со встречи с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Она прошла в день открытия фестиваля 15 октября в Розе Хутор. В ходе диалога на равных члены Рязанской делегации смогли задать главе региона волнующие их вопросы. Главным образом молодые люди интересовались функционированием общественных объединений молодежи, образованием, экологией, а также молодежным предпринимательством. Я буду спрашивать о мерах финансовой поддержки начинающих предпринимателей, поскольку у нас в регионе действует достаточно хорошо налаженная система обучения молодых людей, их дальнейшей поддержки, но, к сожалению, в этом году не было возможности получить какие-либо субсидии или, например, льготные кредитования для начинающих предпринимателей, а им это очень нужно и важно. Также молодые люди высказали предложение по созданию в Рязани арт-центра. По поддержке молодых специалистов в отношении представлений субсидий или жилья, это вот то, действительно, чем надо будет поработать в ближайшее время. Конечно, о волонтерстве, о том же самом, о поддержке волонтерства говорили. Ну и по инновационному культурному центру я понял, что он действительно нужен, что он будет востребован, как-то надо здесь в этом направлении тоже двигаться. Ну и ряд других вопросов, которые действительно разбудили мысль в этом отношении и умеет. Уже с понедельника на Всемирном фестивале молодежи в Сочи начали свою работу тематические площадки. Основные мероприятия проходили на территории главного медиа-центра, где наравне с другими был представлен стенд Рязанской области. В главном медиа-центре, где проходят основные мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прямо напротив Дружной республики Крым расположился наш стенд. Стенд Рязанской области. И он не просто интерактивный. На стенде можно в буквальном смысле прикоснуться к основным героям и основным историческим событиям Рязанской области. Суть нашей задумки в том, что, видите, тут Павлов совсем молодой. То есть мы привыкли его видеть таким, знаете, уже седовласым старцем. А здесь у него такая модная борода. Он очень хорошо одет в современную одежду. Если представить, что у него был планшет, например, Инстаграм, а мы это сделали, и мы можем представить, что он выкладывал в свой аккаунт, как он проводит операции, свои какие-то портреты. Мне кажется, это такая интересная задумка, и люди на это очень хорошо положительно реагируют. Узнать больше об истории и современном развитии Рязанской области можно было при помощи планшетов и интерактивных игр. Конечно, это современно, занимательно, познавательно, но разобраться в этом самостоятельно было довольно сложно. Поэтому на площадке работало сразу несколько экскурсоводов. Здесь представлены элементы ремесла или представители различных фестивалей. О, наш десантник. А здесь макет ландшафта Рязани и Рязанской области. В арсенале рязанской делегации оказались в том числе и очки виртуальной реальности, с помощью которых участники фестиваля могли попасть на производство Рязанского кожевиного завода, оказаться внутри Рязанского государственного университета или понаблюдать за нашим городом с высоты птичьего полета. Познакомиться с Рязанской областью смогли представители более 150 стран мира. Среди них оказался и Асана Тому, представитель японской делегации. Эти клетки мне очень понравились. Чувствую теплоту, вашу теплоту. Чувствую, что вы очень любите свой город. Вот это втятляет. На протяжении всей недели на Всероссийском фестивале в Сочи работала корреспондент нашего телеканала Алена Куколева. Именно благодаря ей каждый день мы имели возможность сообщать о том, что происходит на фестивале. Ну а параллельно с этим Алена рассказывала о Рязанской области гостям фестиваля. Так что теперь о нашем регионе знают во всем мире. А теперь я знаю, где Рязан. Я знаю, где Рязан. Теперь я знаю. Я знаю. Где Рязан. Где Рязан. Супер, да опять? Отлично. Я знаю, где Рязан. Я знаю, где Рязан. Ты любишь Рязан? Да, конечно, я люблю Рязан. 20 октября в школе номер 39 состоялось торжественное закрытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Наш корреспондент побывал на этом мероприятии и знает о его результатах. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь учат в школе прекрасные учителя. Наверняка у каждого были любимые преподаватели и предметы, которые изучались с особым рвением. И в этом целиком и полностью была заслуга учителя. Особенно это важно для молодых преподавателей. А тех, кто справляется с этой задачей на ура, отмечают особым образом. В пятницу, 20 октября, на базе школы номер 39 прошло закрытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». А также награждение участников и победителей. Мы позавчера с Викторией Алексеевной Филипповой, с народным учителем, рассуждали. А где может состояться учитель? В какой сфере? И пришли к выводу в любой. Учитель может все. Потому что он ответственный, умный, собранный. Дорогие ребята, вы, конечно, можете состояться в любой сфере. Но как же хочется, чтобы вы остались в профессии. Победителем конкурса стала Шамонова Анастасия, учитель русского языка и литературы лицея номер 4. В ходе церемонии награждения также были вручены специальные призы от Рязанской городской думы, администрации города, Министерства образования и молодежной политики. Лауреатам и победителям вручены дипломы и денежные премии. Этот конкурс необыкновенный, конкурс 2017 года, потому что сейчас проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сколько я слежу внимательно и вижу, сколько талантливых молодых людей не только в нашей стране, но и во всем мире. За вами будущее. И конкурс «Педагогический дебют» на Рязанской земле – это пусть маленькая частица, но она достаточно весомая. Весомая в нашем образовательном пространстве. Жюри отметила хорошую организацию конкурса, рост профессионализма педагогов, участвующих в нем, а также важность подобных мероприятий для развития системы образования в целом. У восьми педагогов есть шанс принять участие в региональном и всероссийском этапе конкурса, который пройдет в этом году, где они смогут достойно представить Рязань. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На протяжении нескольких месяцев длилась скандальная история со стройкой в Дягилеве. Не раз наша телекомпания общалась с возмущенными жителями и пыталась выяснить судьбу сквера, который мог исчезнуть. Наконец, ситуация разрешилась. Во вторник, 17 октября, на соседании областного правительства вице-губернатор Игорь Греков поручил приостановить разрешение на строительство многоэтажных домов на территории зеленой зоны. На прошлой неделе получен ответ от командующего воздушных сил Российской Федерации, который четко описал о том, что командир части превысил свои полномочия и не мог давать разрешение на выдачу разрешения на строительство. Поэтому просим пока город приостановить данное разрешение и точно так же посмотреть, при необходимости подать все документы в прокуратуру, разобраться в этом вопросе, превышение полномочий, точно так же военного прокурора пригласить. На протяжении недели на перекрестке улиц Островского и Черновицкой не работает светофор. В пятницу, 20 октября, в нашу редакцию обратилась жительница данного района, которая попросила разобраться в ситуации. В течение недели автомобилисты с небольшим опытом вождения стараются объезжать стороной перекресток улиц Островского и Черновицкой, а родители боятся отпускать своих детей в близлежащие школы. Светофор здесь не работает, несмотря на жалобы во всевозможные инстанции местных жителей. А переходить дорогу по Зебре, как выяснилось, не всегда безопасно. Шикарно. Сейчас половина первого, машин не очень много, но, как видите, перейти дорогу все равно довольно сложно. А вот утром, когда автолюбители спешат на работу, пересечь этот перекресток практически невозможно. Утром невозможно ходить. Да, я уже куда только не звонила. Плохо нам, потому что с детьми каждый день ходим не по одному разу. Ходим плохо. Нам нужно обязательно, чтобы быстрее. Перекресток страшный. Даже при рабочем светофоре бывают аварии. Как тут проходить? Здесь такой перекресток. И школьников сколько. Там школа, там сады. Там вообще ужасно, конечно. Водителям тоже приходится не сладко. Ведь если ехать не по главной дороге, да к тому же пытаться повернуть налево, в час пик простоять здесь можно довольно долго. Жители уже обращались в ГИБДД, в полицию и получали следующие ответы. Я позвонил в полицию. Говорю, господин полицейский, кто-то что-то собирается делать с вот этим вот светофором? Говорит, вы знаете, у нас нет финансирования. И обращайтесь в организацию, которая занимается обслуживанием светофоров. Но они вам тоже ничего там дельного не ответят. Действительно, как нам удалось выяснить, к починке светофором можно было бы приступить уже сегодня. Однако денег на соответствующие ремонтные работы из управления благоустройства пока не поступало. Мы передали жалобы жителей в администрацию города, где нам обещали посодействовать в скорейшем разрешении данной ситуации. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». С установкой камер на дорогах количество фиксируемых нарушений заметно увеличилось. Ежемесячно их количество достигает нескольких тысяч. Правда, не всегда об установленных камерах автолюбители предупреждают знаки. Житель Рязанской области решил исправить эту ситуацию. Чем это обернулось, знает Валерий Седов. На видео человек по имени Роман Рябчиков. Он устанавливает знак под названием «Фото-видеофиксация» перед камерами-треногами на трассе Рязань-Клепике. Я езжу часто в Рязань и забиваем такие вот знаки, предупреждая водителей о том, что там стоит камера «Фотофиксация». Вот, все-то законно. Теперь мужчине грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей за самовольную установку дорожного знака. Альтруистическое желание Романа понять можно. Штраф за превышение скорости – самый распространенный в нашей стране. Сотрудники госавтоинспекции всякими способами борются с данным нарушением, привлекая к нему самые передовые технологии, одной из которых является фотофиксация скорости. Начиная с января 2013 года существует специальный знак, который и сообщает об этом. Указывает на то, что в зоне действия дорожного знака, либо на данном участке дороги, может осуществляться фиксация административных правонарушений, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото, киносъемки и видеозаписи. Знак фото-видеофиксации является так называемым знаком дополнительной информации. Применяется он с определенным перечным знаков или светофорами. Самостоятельно он никакой информации не несет. Правда, эта табличка, согласно правилам, должна быть установлена перед камерами фото и видеофиксации. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Следователи подтвердили первоначальную версию взрыва в осеннем переулке. Об этом сообщил сайт Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Экспертизы показали, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газом жителя дома. Это привело к образованию газовоздушной смеси и ее воспламенению. В частности, был откручен соединительный элемент газового оборудования от газового счетчика, соединенного со стояком. Вследствие этого газ из трубы неконтролируемо поступал в помещение, говорится в сообщении. Действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи устанавливают причины и условия преступления. Напомним, взрыв в доме в первом осеннем переулке произошел ночью 23 октября прошлого года. В результате происшествия погибли 7 человек, 13 пострадали. Сероводород, фенол, формальдегид – это список только некоторых веществ, которыми дышат рязанцы. Выявляют вредоносные частицы в специальной лаборатории. О том, чем еще мы дышим и какой район города самый грязный, расскажет Валерий Седов. Мы находимся в центре города на улице Горького. Здесь стоит один из центральных постов наблюдения за загрязнением воздуха. Именно здесь и осуществляется забор воздуха. Это одна из четырех станций, расположенных в нашем городе. Три другие – в Сысоево и микрорайонах «Строитель» и «Приохский». Внутри станции располагается аппарат под названием «Проба-24». В нем – так называемые «кассеты», в которые наблюдатель помещает несколько сорбционных трубок. Это пробирки, заполненные специальным веществом – сорбентом. Он индивидуален для каждого вредного соединения. Когда все пробирки на месте, начинается забор воздуха. На каждый забор воздуха – одна кассета. Всего их четыре. Наблюдатель производит такую операцию четыре раза в день – утром, днем, вечером и ночью. Также на станции определяется и количество пыли в окружающем воздухе. В пылесос устанавливается воздушный фильтр, вес которого записывается до и после процедуры. Больше всего ее летом – в палящую жару. Сейчас ее уровень минимален. Все сорбционные трубки и воздушные фильтры попадают в лабораторию. Здесь аэрохимики заполняют их водой и прокачивают. Следом – добавление специальных растворов и самая главная процедура. В данный момент измеряю оптическую плотность формальдегида. Вот у нас это при Окске. Мы сейчас в данный момент определяем. Но здесь вот ПДК будут наблюдаться. ПДК – это уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ, содержащихся в воздухе. Ее разработало Министерство здравоохранения. Вот это вот у нас вещество диоксид серы. Но диоксид серы у нас в превышении ПДК не бывает. В основном это ниже ПДК значение. Отбирается по всему городу на четырех постах. Каждое вредное вещество своего цвета. Желтый – это формальдегид. Розовый – диоксид серы. Все полученные данные систематизируют. По многолетним наблюдениям у нас, конечно, более всего страдает поселок-строитель. А есть у нас в городе, может быть, подойдет эти четырех точки, которые будут очень чистые? Превышение регистрируется на всех постах. Почти каждое вещество превышает нормы ПДК в несколько раз. Формальдегида в воздухе почти в шесть раз больше положенного допустимого значения. Фенола в пять раз. Ежедневно мы вдыхаем сероводорода в два раза больше нормы. Остается надеяться, что в год экологии руководство города и предприятий обратит внимание на такую важную проблему, как загрязненность воздуха. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В период осеннего военного призыва, который продлится с 1 октября до 31 декабря 2017 года, на работу в филиалы Почты России будут приняты до 130 граждан для прохождения альтернативной гражданской службы. Молодых людей ждут рабочие специальности операторов связи, почтальонов, операторов сортировочных центров и водителей. Какую помощь они смогут оказать почтальонам, расскажет Валерий Седов. Вместо пиксельной – голубая форма. Здесь не выдадут ни автоматов, ни саперных лопат. Юношам, которые будут проходить альтернативную службу, предстоит обучиться нелегкому ремеслу операторов Почты России. Сейчас в почтовых отделениях города работают преимущественно девушки. Каждый день они, не покладая рук, трудятся на благо жителей города. Рабочий день здесь начинается в 7 утра, когда специальный автомобиль привозит почту. В день примерно письменной корреспонденции поступает порядка 3-4 тысяч заказных и такое же количество простых писем. В страховой почте поступает посылок в пределах 100. И мелких пакетов у нас очень много сейчас приходит из Китая, и интернет заказов много. Все осложняется тем, что всю входящую почту нужно обработать и внести в базу данных. Делается это для того, чтобы клиент смог отследить свое письмо или посылку через интернет. Все это нужно сделать до 12 часов дня, ведь в это время на адреса выходят почтальоны. На этой операции несколько хрупких девушек. И такое тяжелое утро каждый день. Вопреки распространенному мнению, работа на Почте России – дело не всегда женское. Прибывающие посылки достигают веса до 20 килограмм. Поднять такой мужчине-оператору труда не составит. А вот девушкам приходится не сладко. В настоящее время в Рязани уже проходит альтернативную службу несколько человек. Срок обязательной работы составляет 21 месяц. И весь этот период мужчинам выплачивается заработная плата, предоставляются отпуска и больничные. Работа на Почте, но нелегкая для операторов, потому что они у нас универсалы. Им нужно почту принять, обработать, выдать извещение в доставку, обслужить клиентов на рабочем месте, в частности, принять и посылку, и коммунальные услуги, и отправить письмо, и денежный перевод. То есть операторы у нас универсалы. Поэтому молодые люди, которые к нам придут на работу, они помогут операторам, поэтому мы их ждем у нас на рабочих местах. По рассказам работников почтовых отделений, бывали случаи, когда молодые люди оставались работать в том же коллективе, где и проходили службу. В этом году ожидается, что ряды филиалов Почты России пополнят до 130 молодых людей. Будем надеяться, что такое количество призывников повлияет на работу почтовых отделений. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани открылись всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень». В турнире принимают участие представители 19 субъектов Российской Федерации, в том числе чемпионка мира в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта Александра Семенова из Санкт-Петербурга, победительница юношеских Олимпийских игр Ирина Аненкова из Сочи, а также мастера спорта международного класса и мастера спорта России. В течение трех дней в Рязани определятся победители турнира под названием «Есенинская осень», открытие которого началось с показательного выступления юных гимнасток, напомнивших о том, на чьей земле проходят соревнования. С чувствами пришедших и вновь на твоя цвета весенний. Ромашки, русские народные красавицы – за всеми этими нарядами кроются настоящие борцы за победу. Многие гимнастки, начиная с четырех лет, ежедневно трудятся над собой, чтобы рано или поздно исполнить свою главную мечту – принять участие в Олимпиаде. А некоторые юные красавицы, как Рязанка и Елизавета Карасева, уже с двух с половиной, с трех лет сами начинали пробовать тренироваться. Родители не могут пропустить мимо глаз такое стремление девочек к гимнастике. И когда-то, отправив их на первую тренировку, теперь уже сидят на соревнованиях и держат кулачки за своих красавиц. Соревнования не первые, занимается она очень давно. Перед каждыми соревнованиями папа волнуется, наверное, больше, чем дочь. Сегодня она выступала вторая участница, это было примерно где-то начало десятого. Выступила она неплохо. Все, что она хотела, все она сделала. Это очень большой труд. Иногда даже можно поплакать, иногда рано там бывает. Ковер там может коленки содрать. А гимнастика – это хорошо. Там я вам советую пойти, кто не ходит. Это очень большой труд. Мне очень нравится заниматься. Тренеры все очень добрые. Все трудности гимнастки переносят достойно. Спорт вырабатывает у них характер и уважение к соперникам и тренерам. Московские гимнастки отмечают, что в Рязани сформирована достойная школа художественной гимнастики. А соревнования проходят на высшем уровне. Алина Арисова после недавно прошедшего чемпионата России в свои 14 лет в своей возрастной группе занимает 43 место в стране. В Рязани я приезжаю уже третий раз. По сложности я не сказала, что очень легкие, но и после чемпионата России через неделю сразу. Так что я уже не так сильно нервничаю. Сами гимнастки отмечают, что в этом виде спорта главная красота. Без нее не будет выступления и побед. И, конечно же, работа с предметами. Для того, чтобы отточить навыки, многие девочки тренируются по два раза в день. Вместе с этим успешно учатся в школе и умеют грамотно планировать свое время. В Рязани теперь есть все условия для того, чтобы наш регион смог прославиться великими спортсменками. Хорошие залы для тренировок и, конечно, проведение подобных соревнований. Все это открывает двери для развития гимнасток. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Передвижение по рязанским дорогам может принести вам удачу. Сеть автозаправок «Шелл» запустила акцию. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно вовремя сделать фотоснимок бензовоза «Шелл», который уже курсирует по улицам Рязани. Участников акции ожидают подарки. Автозаправочные станции «Шелл» – это целый комплекс услуг, который позволяет водителям чувствовать себя уверенно на дороге. Вас ждет приветливый отзывчивый персонал, уютное кафе, а также широкий выбор товаров, в том числе фирменных, произведенных под маркой «Шелл». Но главное – это высокое качество топлива. Особой гордостью концерна является «Шелл Ви Пауэр» – топливо с улучшенными характеристиками, рожденное на гоночных треках «Формулы-1». Сегодня фирменные бензовозы можно встретить и на рязанских дорогах, ведь под брендом «Шелл» в городе открыты уже пять АЗС. Бензовозы «Шелл» – одни из самых безопасных в Европе. Они оснащены современной системой безопасности, видеокамерами и GPS-маячками для слежения за дорожной ситуацией и контроль безаварийного вождения, а также алкотестерами для контроля состояния водителя. Найдите фирменный бензовоз «Шелл» на улицах Рязани, сфотографируйте и выложите в социальные сети с хэштегом «Поймай бензовоз». На автозаправках «Шелл», участвующих в акции, вы сможете получить за публикацию приятный подарок. Акция стартовала 15 октября и продлится до 31 октября. Подробнее ознакомиться с правилами вы можете на АЗС «Шелл» или официальном сайте компании «Шелл.ком.ру». Такой была эта неделя. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем сайте город62.тв. Ну а на этом мы прощаемся с вами. Желаем хороших выходных и удачного начала следующей недели. Да! Да! Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь! Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55 90 50 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова